На базе Евразийского экономического союза, государствами-членами которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, постоянно действуют над национальный регулирующий орган Евразийская экономическая комиссия. Её коллегия, выполняющая роль исполнительного органа, прибыла в наш город во главе с председателем Михаилом Мясниковичем. Участников ждала насыщенная программа заседания коллегии, а также встреча с бизнес-сообществом Бреста, где обсудили ряд наболевших вопросов и пути их решения. Очень остро стоит вопрос о лекарственной безопасности. Этот вопрос мы сегодня рассмотрели в коллегии, приняли соответствующее решение для того, чтобы наращивать объём непосредственно отечественных лекарств, обеспечить лекарственную безопасность. Вторая проблема, которая, на мой взгляд, присутствовала, она широкая проблема, это транспортные коридоры. Транспортные коридоры. Мы сейчас отрабатываем очень большой и очень такой, я считаю, современный документ. Это электронные навигационные пломбы, которые будут сопровождать грузы по нашей территории от внешнего контура до назначения. Помимо вопросов лекарственной безопасности и упрощения внутрисоюзных транспортных коридоров, поднимались вопросы общего рынка газа для стран-участниц, проект договора по общему рынку нефти и нефтепродуктов. Ещё очень серьёзный международный договор, над которым сейчас работает комиссия, это соглашение, проект соглашения об общем рынке газа. Тема не один год обсуждается, и мы ставим задачу, чтобы в текущем году документ был подготовлен и направлен в страны для выполнения внутригосударственных процедур. Общий рынок газа – это равные условия для хозяйствующих субъектов. Также был поставлен акцент на внедрение универсальных сертификатов вакцинации от коронавируса для граждан. Остро сегодня поднимался вопрос, я считаю, правильно поднимался вопрос, что всё-таки у нас граждане, которые прошли вакцинацию, они как-то не выделены в особую категорию людей, и по-прежнему при передвижении и так далее вынуждены соблюдать общепринятые процедуры, ПЦР, тестов и так далее и тому подобное. То есть речь идёт о том, чтобы нам иметь евразийский соответствующий сертификат вакцинации. По итогам встречи делегация комиссии провела брифинг для представителей СМИ, где выделили основные моменты диалога с бизнес-сообществом, а также рассказали в целом о работе комиссии и ключевых вопросах повестки дня. Краткое резюме представили министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазев, министр по промышленности и АПК Артак Камалян, министр по техническому регулированию Виктор Назаренко и министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Арман Шакалеев, а также председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. «Может быть, самый главный эффект нынешнего, как сказал Михаил Владимирович, брестского делового саммита, он состоял в том числе в ответах на конкретные вопросы, конкретные были заданы вопросы, я бы не стал перечислять их, поскольку они касаются конкретных предприятий, 105-го решения, отдельных других тем. Но, наверное, знаете, вот к тому, что сказал Михаил Владимирович, я бы добавил то, что особая ценность в том, что бизнес показал в том числе желание участвовать в стратегических вопросах развития интеграции. Вот те вопросы, касающиеся транспорта, о которых говорил Михаил Владимирович, цифровой повестки дня у бизнеса сегодня белорусского есть, что называется, введение на долгую перспективу, какие проблемы решать, как развивать эти направления. В основных ориентирах макроэкономической политики, которые были одобрены в мае месяце главами государств, мы предусматриваем выход на опережающую траекторию развития, зафиксирован целевой ориентир 5% прироста ОВП, ориентиры на текущий и будущий год, они вполне реальные, с учетом имеющихся у нас резервов. По нашим оценкам, объем промышленного производства ОВП будет увеличен в полтора раза, за счет большей загрузки производственных мощностей, может быть существенно увеличен уровень инвестиционной активности, но это ориентированные стратегические направления, которые были приняты Высшим Российским Советом в декабре. Участники брифинга подчеркнули важность встреч, подобных Брестскому деловому саммиту. Они будут проходить регулярно в разных странах Союза. 40 из них запланировано уже в текущем году.